Смотря на маковые поля, можно словить себя на мысли, что это очень красиво. И трудно поверить, что человек может использовать эти цветы для производства наркотиков. Ведь очень часто они становятся причиной гибели многих людей. Чтобы пресечь использование дикорастущих наркосодержащих растений злоумышленниками, сотрудники наркоконтроля УВД Брестского облсполкома уничтожают их. Так, с 1 июня по 15 сентября проводится специальная ежегодная программа МАК, в рамках которой сотрудники милиции уже успели уничтожить с начала акции не одну сотню килограмм наркосодержащих растений. Буквально на днях в деревне Шестакова Каменецкого района правоохранителями было обнаружено и уничтожено более 835 килограмм МАКа. А в деревне Теляки Жабенковского района это количество составило 732 килограмма. Всего с начала проведения специальной программы правоохранителями Брещины обнаружено и уничтожено около полутора тонн МАКа и более 14 килограммов конопли. Очень часто правоохранительные органы об опасных дикоросах предупреждают сами жители, что говорит о их сознательности. Граждане сознательно сообщают в милицию, либо через участковый инспектор милиции, либо через должностных лиц субъектов профилактики. Впоследствии сотрудники РОВД выбывают на место. Смотрим, действительно ли данная информация подтверждается, после чего принимаем меры к уничтожению, как правило, путем скашивания, путем частичного измельчения, либо сжигания, о чем, соответственно, потом составляем необходимые документы. Стоит также отметить, что без должной коммуникации сотрудников милиции и местной администрации следить за проблемой дикорастущих растений было бы очень непросто. На постоянной основе по взаимодействию с органами РОВД нами ведется мониторинг по территории всего сельского совета. В основном мы смотрим населенные пункты, придомовые участки, для того, чтобы не высаживались. Такие места, как сегодня, обнаружены – это редкость. Год, конечно, хороший в том плане, что много осадков, и вот урожайность этого дикого мака большой. Урожайность большая, но и скорость реагирования на распространение такого рода проблемы молниеносная. Поэтому бороться с наркоросами получается отлично. Данное мероприятие дальше продолжится на территории области. Если говорить об ответственности, то за выращивание наркотических растений без цели сбыта грозит штраф до 20 базовых величин. Если вскроется факт сбыта, придется отвечать по уголовной статье. Субтитры создавал DimaTorzok